здравствуйте друзья с вами moto виктора вот решил демонтировать двигатель zifa 77 как вы видели тянет тут очень слабовастенько не знаю какой он там внутри что с ним делали все смотрите ваш привет скажи вот пришел в игровой поиграть на 11 сейчас же проход даст ставка 810 рублей конечно играем не на деньги бесплатно на на деньги мы здесь не играем развлечения да ну что погнали перебирать так разборочка пошла глушитель открутили дальше цепочку замочек я снял сейчас я здесь вот так что попробуем прокрутить колесо заскочила потихонечку потихоньку все упал цепка шланг очку да потом тросик газа снимаем тросик сцепление собачку так здесь вроде бы как все вот он весь моторчик это крепление под манны манны она была крышка поломана это все заварится дачу его здесь снимать паша сейчас разберем посмотрим что он из себя представляет снимаю зажигание катушечки и магнитик у меня здесь без шпонки вообще ничего нет упс в коробочку сюда положить смотрите гнездо под шпонку классно но шпонки нету и шайба так снимаем головку вот смотри паш видишь нулевой размер и он не за не ездил видишь поршень но нету нагара она головку сейчас посмотрим тоже без нагара видишь да нет а может и чистили ну выработка какая здесь не очень какие-то или стоял что долго перчатках не так она здесь не опускается ниже чуть-чуть окон и выхлопного ниже опускается понял не знаю вам видно или нет ниже выхлопного а ну давай седьмую блядишь не нажмешь она ну давай там нажимай так что у нас здесь вот какая-то здесь получается сейчас открутим ух прокладка какая здесь по моему закручена не не до самого крышка крышка выпилена на тебе отвертку кнопка 1 заедает надо и поменять ой задиры очень сильный но поршень сильно опущены выход выхода но бывает и такое снимаем цилиндр сейчас паша надо смотреть кольца вставлять какая-то грязь это ржавчина была ну на росточку пойдет резьба целая расточится сам поршень коленвал д6 самого на шатун как здесь у нас живой шатун отлично все но поршень новый паш слышишь а его видно он нуля че поршень от мы его еще снимем и посмотрим как он в цилиндре там мало на коленвал цела остальное все это делается да вроде не болтается ничего разобрал так вот сейчас мы еще откроем коленвальчик посмотрим поршень посмотрим так что здесь подшипниками подшипник вообще не болтается все четко шпоночка отлично многие пишут как вы выбиваете муфты вал до элементарно молотком выбиваю нету съемников ничего такого нету чтобы вытягивать там кто-то может скажет вот молоток да но ничего страшного подровнял там да и все чего прям каждый день его раскалуете правильно раз выбил блин раз в год шлифанул да и все где там чуть помялось сейчас будем дальше разбирать снимаем опа чуть-чуть молоточком подвыбил такая вот прокладочка целенькая осталась на красный герметик собирали так что-то шестереночка маленькая прям легко спала внука на не разбито ничего шпонка слетела не разбито тихо вот такой вот моторчик разобранном виде что я хотел сказать поршень но на ранее опытный какой-то собирал новый поршень смотрите он не это сам он он пальцем аж тяжко кольцо зазор очень маленький на кольце замка он 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 очень туго чё там у тебя паш а ну проход или нет да я мое ну крупно насыпанул да сколь насколько там 45 так что поршень очень туго это туфта он должен берешь так вот поршень раз и пошел лук и все и стал клини так дальше что у нас коленвал четко он вообще да да вот она цапа здесь вот новенькая что у нас здесь до новой видно не сильно к нему не такой сильно прям уж убитый так что а дальше блин фиг еще вытащишь поршень что я хотел сказать что палец еле выбил он не идет я еле его выбил с поршня но я так не делаю вот он как купил заколотил туда палец зачем его надо делать плавающий я делаю на всех берешь так вот раз и вставил пальцы здесь чуть-чуть он как бы есть под одной рукой неудобно но вот он его на рынке купил не знаю какое у него качество но он палец не лезет забил туда почему потому что он должен здесь проворачиваться и в поршне если его чуть перегреешь он может во втулке втулку провернуть и все и будет только болтаться я так не делаю про берам прохожу поршень и все что плотненько он заходил так что так делаю вот разобрался моторчик до 6 коленвальчик ну и пробочки нам здесь дало а ну-ка то ёшкин дрына ну ничего ладно так что поршень новый ну и мы его ставить не будем цилиндр на 1 . подшипники новые коленвал коленвал отличный ну так что у нас опять да но сейчас мы посмотрим так здесь учета проломлена ну половинки убитые как бы не очень хорошие а ну а ну подожди что там все и выхода мало дал так ну на этом разбор закончен движка также засниму как я буду его собирать и и заведем этот мотор и прокатимся на нем сборка движка у меня сейчас начинается чтобы этот двигатель мне собирать надо варить две половинки и как бы мне не нравится вот этот половинка пока это она вся покоцанная не очень нашел я у себя вот такую половинку от заваренная у меня но это сейчас обработается до 6 до 6 половиночки от чистенькие вообще в идеальном состоянии не по ходу чуть-чуть походили сейчас обработаю сейчас обработаю и вот такие вот еще до 6 целенькие тоже движок по ходу долго лежал но еще смазка заводская смазочка все там и коленвальчик классный вот в этом был вот он коленвальчик под шпоночку все сейчас я его вот этот буду сюда ставить на эти половинки дальше у меня а расточена поршневая под второй размер уже все токарь расточил ну я так не ставлю он будет подклинивать сейчас я покажу что я делаю еще ну как бы вот он муфтовый вал разбираю сейчас я поменяю этот подшипник он заклинивший вообще не крутится сейчас я шпонку вытащу он в идеальном состоянии сейчас я его весь переберу шток этот вытащу смажу потому что он может туго ходить ну сборка пошла муфтовый вал разбирается гайка вот это откручивается то есть где шкив большой здесь звездочка одевается снимается снимается пружина это тот палец выбивается ну-ка попробую получится вытаскивается дальше и вытаскивается в сам шток лучше его почистить смазать заново тогда будет сцепление ходить все четко потому что старая смазка старый солидол он уже все превратился вот в такую вот что там паш пока ничего ничего да не хочет давать аппарат вроде поначалу сыпал сыпал и ничего 11 880 23 ну не заберет не даст Паша ну что начинаем притирку сейчас паста что клапана притираем обмазываем поршень и сюда его я была бы совсем не точь а ты же как ты разговариваешь не жечь еще чуть-чуть чуть-чуть вот такой вот поршень сейчас будет мыться он уже к цилиндру притертый вот она была лопнутая половинка обварил мастер сейчас буду их отшлифую чуть-чуть D6 мотор ну по шпилькам он внутри много не работал все моется муфтовый вал полностью разобранный дальше половинки отмыты все подшипники поршень цилиндр все остальные детали отмоются и начнется сборка движка вы должны поехать с собой чесанул чуть-чуть крышечки были сильно потертые помыл их чтобы они более-менее чистенькие были вот такие вот получились крышечки половинки помыты прокладку положил подшипники смазал сейчас мы его с половинем сейчас я с половинем сколол моторчик коленвальчик крутится смотрите как легко все вращается все будет четко такая работа у меня производится движок D6 поставил муфтовый вал сразу здесь гайку затягивал и с этой стороны с правой стороны шестеренку коленвальчик сальник поставил коленвальчик крутится отлично буду собирать сухари ну вот пришло время ставить цилиндр сейчас одену колечки намазал герметиком цилиндр намазал половинки намазал многие пишут что зачем надо на прокладку ставить нет меня так больше устраивает и вы это увидите как будет ехать мопед зажигание я поставил вот так вот поршень доходит до верхней мертвой точке идиот взрыв ну как-то так уже чуть-чуть осталось сейчас поставлю головку буду устанавливать на мопедку вот такой движок у меня получился D6 сейчас буду ее устанавливать чуть-чуть шлифанул хорошо смотрелся моторчик ну вот я поставил двигатель хотел почистить кранчик и он у меня сломался на бак завтра поеду буду что-то думать что можно придумать чтобы тек бензин от времени наверное разломился сейчас вот я его покажу вот на куски разломился и все ну движок поставил но по-любому заведу утречком вот завел я его сейчас буду заводить второй раз завелся сразу без всяких капризонов потому что электронное зажигание сразу выставил и все поломался поломался у меня кранчик вчера вечером поехал в магазин вот такой вот переходник нашел и закрутил но сейчас буду пробовать второй раз завел завел чуть-чуть поработал буду сейчас второй раз заводить погода хорошая летают сегодня ну вот сейчас сынок тест драйв сделает зифу давай заводи с ручкой надо привыкнуть он сейчас тоже сильно тянуть не будет потому что поршневая новая а когда бак проедет уже будет показание такое хорошее чтоб я не собирал редко когда мопед сразу рвет без сцепления считай как вы посмотрите видео какой туда поставили поршень туго он ходил а здесь все просто супер собрано будет делаться мопед я не хочу чтобы он был такой весь ржавый колеса восьмеряд делать уже его хорошеньким чтобы он был в идеале у меня ну кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мото виктора сегодня у нас 3 января 2020 год солнышко какое светит обкатка обкатка и обкатка ну всем пока